Не все живут в частных особняках с индивидуальным отоплением, к тому же и школы, и детские сады, да и просто офисы. Из года в год мерзнут и весной, когда ран отключили, и осенью, когда поздно включили газ, то есть отопление. Хотя в той же школе или организации стоит счетчик, за газ исправно платится. Зачем мучить людей с одной стороны и не получать прибыль со стороны продавца газа. Ну в данном случае межрегион газа. Давайте разбираться. Вообще срок отключения отопления в России фиксированный. На него влияет первое это среднесуточная температура, должна быть больше 8 градусов в течение более 5 дней. И второе это прогноз погоды на 2 недели, ну чтобы не было заморозков, сильного понижения температуры. И обычно из года в год это с апреля по май месяц. Это с одной стороны, а с другой есть четкие нормативы температуры в жилом помещении, не менее 18 градусов и не менее 20 в угловых комнатах. Так для чего вообще отключать тепло? Ответ здесь прост. Это первое для проведения сезонных ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию в котельных. И другая причина это необходимость выполнения ряда мероприятий, таких как поверка сигнализаторов загазованности, прохождение инструктажа и так далее, которое многими организациями часто игнорируется или забывается. Но когда осенью холод начинает прижимать, все выполняется быстро и безоговорочно. Вообще, если оборудование уже отключено весной, в конце отопительного сезона и начались неожиданные заморозки, повторно запустить его часто уже бывает крайне затруднительно. В принципе, отключать котельную что 20 апреля, что 20 мая никаких проблем с сезонным обслуживанием в большинстве случаев не вызывает. С другой стороны, сумма в квитанции за отопление будет приличной и если погода окажется теплой, то это обоснованно вызовет возмущение населения. В общем, в этом вопросе администрация при принятии решения о сроках отключения находится, можно сказать, между двумя огнями. Или холодно, или большие суммы в квитанции. Да и всем угодить все равно никогда не получится. Ну вот и принимают решение, которое вы видите. Но для информации вы должны знать, больницы, школы, детские сады отключаются позже всех и осенью включаются первыми. Ну если, конечно, их руководство что-нибудь не накосячит. И если у вас ИП, допустим, то всегда можно официально договориться о лимитах в теплое время года с регион газом. Ведь во многих организациях сейчас стоят двухконтурные котлы, которые греют воду и летом. И газ в этих котельных не отключается круглый год. Надеюсь, информация была вам и интересна, и полезна. Подписывайтесь на канал.